Привет, привет, Лёшка на проводе, и у нас сейчас быстро растёт сервис сборных грузов, и вот я сегодня просто хотел уделить несколько, внимание, нескольким вопросам, просто для того, чтобы вам проще было и планировать, и нам проще было работать. У нас два сервиса, на самом деле, глобальных, это Хельсинки Питер на СВХ, белые грузы, ваше таможне, ваш брокер, ваш контракт, мы только возим, и второй сервис это Вильнюс Питер и Вильнюс Москва, это с нашей таможней по дороге. И, соответственно, по каждому из этих сервисов есть некие нюансы, которые особенно вот сейчас стали сложны, и по каждому нюансу я хотел бы вот сейчас в двух словах вам дать информацию. Ну, первое, мы говорим о сборниках Хельсинки Питер, вот тут на самом деле Питер, либо любой СВХ по дороге от Выборга до Питера, проблем нет. На самом деле мы много ездили на Тамарикс, но в последнее время там, в общем-то, большие очереди, большое скопление грузов, и разгрузка двух-трех палет, если остальной груз едет на другие СВХ, занимает иногда 3-4 дня. Поэтому первое внимание, attention, на Тамарикс лучше не ехать, попробуйте использовать другие СВХ, тем более между Выборгом и Питером их очень-очень много. Момент важный по Хельсинки Питер, по первому нашему сборнику, это то, что на границе нет очередей, в отличие от той ситуации, которая происходит на латышско-российской, литовско-белорусской границе, эстонско-русской границе. По Котке, по Финляндии, финско-российская граница пустая, и я могу честно сказать, мы иногда проходим ее даже за несколько часов, ну вот максимум был в январе, это сутки мы стояли. То есть, в отличие от Прибалтики, сборка из Хельсинки в Питер идет быстро, это два дня в среднем. При том, что, так как объемы у нас увеличиваются, то мы запустили каждый день по одной машине. Значит, момент такой, грузы мы принимаем на этот сервис от Палеты, и вообще говоря, груз должен быть запалечен, потому что очень сложно дербанить этот товар на СВХ, если он коробочный. Поэтому, от Палеты. Цены, в общем-то, я давал, не хочу сейчас говорить, потому что цены, в общем-то, меняются, меняются по разным причинам. К сожалению, очень нестабильный рынок, вот, но, тем не менее, есть один важный момент, вот я не знаю, как донести его до каждого. По сборке Хельсинки, Питер, сейчас половина кодов таможенных находится под санкциями. Вот если под санкциями код находится, то ни под каким соусом мы его брать не можем. Вторая половина, большая половина кодов находится не под санкциями, а под двойным назначением или что-то типа это, лакшери и так далее. Вот, по этим грузам мы готовы, в принципе, брать на себя обязанность, заботу, переписку с финской таможней. Мы готовы вызывать таможенников на склад, на досмотр, мы готовы общаться с ними долго и нудно. Конечно, при условии, что вы нам будете давать материал, а именно письма от производителей на английском языке о том, что груз не является двойным, не является лакшери, еще какие-то моменты с описанием, что это за груз, где он применяется и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, совсем нет, это то, что в санкциях, и, скорее всего, да, это то, что с ограничениями. По ограничениям мы, в общем-то, работаем. Более того, если мы 2-3 раза проехали по этому грузу с досмотром и с объяснениями, то дальше, в общем-то, таможня уже привыкает к этому грузу, и никаких дополнительных данных сообщать не надо, и борьба сводится, в общем-то, к нулю. Теперь вопрос по сборкам Вильнюс, Питер и Вильнюс, Москва. Объемы растут, мы практически тоже вышли на одну машину в сутки нашего, нашей сборки, именно нашей сборки. Вот, выдаем в Питере и в Москве с нашего склада. И вот тут важно, между Вильнюсом и Минском на всех погранпереходах есть очереди, причем очереди эти то растут, то уменьшаются, потому что возможность перецепки, она, в общем-то, достаточно лимитирована. Но перед Новым годом были моменты, и по три недели машины стояли в очереди. Сейчас в среднем неделя, но всякое может быть, поэтому, когда мы говорим о сроках доставки, то мы имеем в виду от 14 до 21 дня, это важно. На самом деле, вы можете прикинуть сами, это 7 дней в очереди на границе, потом 5 дней таможня, 5 дней доставка, грубо говоря, транспорт. Ну, вот это примерно, это очень примерно, то есть сроки доставки от 2 до 3 недель в этом промежутке. Есть один важный момент, который я всем объясняю, но почему-то в результате мы не имеем слаженности в этом вопросе. Склад, который мы пользуемся в Вильнюсе, очень большой, это 20 тысяч квадратных метров с огромным количеством ворот, с огромным количеством клиентов, где мы тоже являемся клиентами на самом деле. Поэтому, когда я вам говорю, как заполнять транспорт накладной по перевозке на склад, нужно это исполнять очень четко, до буквы, до запятой. Почему? Потому что на склад, я думаю, каждый день приходит, ну, несколько тысяч грузов. Если вы неправильно оформили ЦМР-ку и водитель забыл прийти в офис, в наш офис при этом складе, то поиск этого груза может достигать месяца. То есть, если вы в ЦМР-ке указали получателям не склад со всеми данными, со всеми нюансами, которые я вам сказал, а, например, своего, свою фирму получатель в России, то будьте готовы, что месяцем этот склад, на складе этот груз будем искать. К сожалению, огромнейший склад с большим количеством клиентов и найти что-либо там очень сложно. Есть еще один момент, который очень важен, который, к сожалению, есть. Мы не оказываем услуги по отслеживанию груза. Вот груз пришел к нам на склад, и дальше у вас есть только один вариант ждать, пока мы вам сообщим, что груз в Питере или в Москве, и вы можете его забирать. Почему так происходит? Потому что в среднем в машине мы в Вильнюсе принимаем не от палеты, а от коробки. И в Вильнюсе такая ситуация, что очень много совсем мелких грузов у нас в машине находится, может находиться до тысячи грузов разных клиентов. Заниматься уведомлением, где груз прошел границу, прошел таможню, что он, где он, когда будет, это просто физически невозможно. Это можно, конечно, превратить, зашить в какую-то программу, зашить в какое-то отслеживание, как у того же Дичель на сайте, но это требует колоссальных денег. А клиент сейчас пошел очень жадный, и за каждую копейку идет спор. Поэтому мы решили не устраивать сервис отслеживания и просто просить вас ждать, пока мы вам сообщим, что груз на месте, и вы можете его забирать. Ну вот, в принципе, в двух словах те моменты, которые выделяются особенностью при доставке сборных в сборном нашем сервисе от Хельсинки и от Вильнюса. Берегите себя, до очень скорых встреч, пока.